Доброе утро, Капа! Привет, Санёк! Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители! Слушай, я опять пригласил к нам представителей Школы культуры и искусства России. Россиянка! Ну ой, замечательные знакомые новые у нас. Да, мы сегодня поговорим про хореографию, так тобой любимую. Я обожаю танцы. Всё. Погоди, отдай загадочку быстренько, потом будем танцевать. Хорошо. Внимание, загадка. Так, стоит весёлый светлый дом, ребят проворных много в нём, там пишут и считают, рисуют и читают. Повтори. Повтори, пожалуйста. Стоит весёлый светлый дом, ребят проворных много в нём, там пишут и считают, рисуют и читают. Всё. Присылайте правильный ответ, получайте приз. Всё, сами знаете прекрасно. Ну а теперь представляем, вот директор школы Галина Юрьевна. О, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сейчас нам представят, кто же к нам пришёл. Вот эти замечательные маленькие хрупкие балеринки. К нам пришли представители отделения классический балет. Алена Юрьевна, Кожухова педагога. Здравствуйте. Вы наши маленькие воспитанницы. А как их зовут? Алена Юрьевна, представьте. Самая маленькая у нас Кира, ей 5 лет. Постарше Ирина, ей 10 лет. И Меля, 8 лет. Ой, хорошо. Очень приятно здрасте. Очень приятно. Вообще, расскажите, пожалуйста, на что вы обращаете внимание, когда дети приходят к вам в школу поступать на хореографическое отделение? Мы обращаем внимание на работоспособность. Ребенок в 5 лет уже должен быть готов работать. Также мы обращаем внимание на гибкость. Мы смотрим на складочку. Садись, сделай складочку. Кира занимается у нас уже год, и это упражнение у нее отработано. Также мы смотрим подъемы, просим натянуть стопы. Подъемы Киры хороший. Также надавливаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы в будущем разработать стопы. Далее мы смотрим на шпагаты, но это не является обязательным критерием. Очень хорошо. Так как детки маленькие. Но Кира за год очень хорошо растягивает. Ого, нормально. Она считается мягким ребенком, то есть у нее очень мягкие мышцы. Ничего себе. И в будущем мы сможем ее очень легко растягивать. Ого. Еще больше. Ну все, Кира станет точно балериной у нас. Кира. Цела. Кира, браво, аплодисменты. Браво, браво. Так. Деткам постарше же спрос уже побольше. Девушки на кого? В первую очередь мы смотрим на их фигуру, на сценичность, как они себя преподают. Так же мы смотрим на спину. Чтобы не было сколиоза. Да. На наличие каких-либо патологий. Кроме хореографической карьеры я также получаю высшее медицинское образование. И поэтому мне сразу все видны проблемы. Угу. Умели очень хорошая спина. Ой. Готовая к работе. Класс. Класс. После этого мы смотрим на их подъемы. Угу. Вытянули ножки. Сначала мы оцениваем подъем визуально. Нога должна быть максимально натянута. Далее, как я уже говорила, слегка надавливаем, чтобы проверить возможность разбития подъема дальше. Угу. Слушайте, а как все серьезно у вас? Да, это не просто тебе. Вот. Ну все, что ли. Дальше проверяем шаг в сторону. Проверяем мы эластичность мышц. Насколько нога свободно может подняться вверх. При этом опорный бок должен стоять ровно. Ровно прямо, да? Да. А бедро не должно подниматься. Угу. Стопа должна быть вытянута. Я раньше капать так мог. Сейчас уже нет. Также мы проверяем, смотрим шаг назад. И для этого мне нужна ваша помощь. Так, давай, я тебе помогу, да? Что мы делаем? О, держись, пожалуйста. Держись. Да. Спина ровная должна быть. Бок не выпускает. Колено должно быть прямое. Стопа натянута. Смотрим также, насколько максимально высоко мы можем поднять ногу. Да, балет это тяжкий труд. Но красивый. Это красиво. Мы желаем вам, девчонки, удачи. Давайте все помашем камеру. Пока-пока. Удачи. Удачи и успехов. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok